— У меня такой вопрос — два об analyzed These – у вас написано, что факты отбрасываются, и чаще всегда научные описания — я хотел вам, что вы чуть пояснили, что имеется в виду отбрасывания фактов. Вот了吧 на одной странице было написано про Вики-Б 지나ейские. ... что отбрасываются факты, и описание чаще всегда научные. Я хотел бы вам исполнить, чтоб вы чуть пояснили. Ну вот, а что дадут примеры какие-то — Что значит всегда лучше, например, на какой-то наглядной теме и какого рода фактуру считаетесь прогрессом? Ну, я хочу сказать, что в статье о интернет-дороге, в статье о мемах и так далее, которые существовали, я расскажу некоторое время назад, вот на эти списки довольно подробные, какие-то, законных слов, однозначно компьютерных закон, или, скажем, каких-то известных мемов. Сегодня таких списков нет, меня отсылают куда-то, непонятно куда, там даже какие-то словари, иногда еще куда-то, все равно нет таких списков. Мне кажется, это потеря информации, да, я как английский мог сказать, в этом списке компьютерного закона, это слово не вполне компьютерное, это слово «незапонное» уже расшло, там, слово «вловно», как на слове «театомные игры», но это была дискуссия, слава богу, что она была, но кажется, что вот этот испуг перед дискуссией, перед корректностью заставил просто выкинуть списки, но их нет, на мой взгляд, это важная потеря фактов. Теперь псевдонаучная цель. Ну, они не те, в принципе, это вот такие, ну, в тех же статьях, если вы посмотрите, например, описание, там, языка подоноков, да, вот, то интерпретация игр с автографией, она намагается всем научно. Ну, можно по статьям пройтись, я вам скажу. Есть уникальная технология ненужная. Ну, здесь вопрос на кого и тем на эту статьях. Если на человека, которого интересно про фрайдернель, то это некое усложнение, не бесспорное. Одно дело, если есть факты, не бесспорные, но они есть, я могу их выбирать, оценивать сам. А другое дело, если есть не бесспорные интерпретации. Это нам, как раз, гораздо хуже. Потому что, зачем нам не использовать некую сложную интерпретацию? У меня другая интерпретация, я не призываю использовать мою. Хотя, мне кажется, она лучше, но никакую не надо. Изложили факты. И, собственно, этого будет достаточно. Но, опять-таки, стопение может быть договорным. И, наверное, где-то можно ввести и местные теории. Но это точно не выдача первого уровня. Студент писал для них такими словами. Там неправильно используются некие лингвистические термины. Но это такие мелкие претензии, мелочи, я бы сказал. Но, просто зачем это нужно? Вот, когда были факты, это было интересно. Потому что, когда вы пытаетесь интерпретировать каждое, что не вам позволит. Сегодня факты редуцированы, а вот эти спорные вещи, они не точно. Они выявили, вот что я имею. Ну, я прошу прощения, просто, вообще, статья становится по следующему принципу. Статья имеет как раз вот эти уровни, вообще, как хорошая статья в Миквиде, она состоит из сначала описания самого предмета, потом каких-то интерпретаций, исторические какие-то перспективы, как это все происходило. То есть, в этом смысле, вообще говоря, правильная статья должна быть, грамотно написана, должны быть все эти уровни. И человек уже из большой статьи выбирает эту секцию, которая ему интересна. Примеры применения, там, я не знаю, описания конкретного слова, да, интерпретации этого слова разными какими-то специалистами, или какие-то там исторические, да, отсылы. Может, просто вопрос каких-то не очень качественных статей, на которые вы попадали. Я не работал просто в области лингвистики, я немного больше исторические статьи пишу. Там, без интерпретации, например, никак не обойдись. Потому что любое подобное событие должно иметь еще и какое-то объяснение. Нормально законченная статья должно быть какое-то объяснение процессу. Иначе у вас просто получится вот этот вот таймлайн, где, сказано, в таком году родился, оживился, развелся, помер и до свидания. И больше никаких объяснений некоторых специалистов туда эти идеи сильно не пойдут. Фактически мы потеряем огромный объем важной информации. Человек, который считает энциклоптическую статью, вообще, когда ждет, что там будет присутствовать эта информация? Это верно. Я говорю немножко про другое. Может, мне не везло, я не знаю, может, мне не везло часто. Из-за того, я сделал мне некие выводы. Что мне кажется вам, что в энциклопедиях в статьях некие заключающие факты тоже редуцируется. Это такой принцип традиционной статьи. Но он сейчас, насколько я понимаю, струбулирован с помощью слова общего значения. Есть нефть, но надо ли указывать, были ли у человека в облице, надо ли указывать какую-то социальную амбитацию, если это статья в учебе. Но вроде бы не надо, где никогда не было. Где-то менее, некий факт, какой он национальский, какой он исполизательный, есть некая информация, которая, если она не входила в формат, она в целом энциклопедиях просто украинская. Википедия начинала как энциклопедия, которая давала много личных казалось и язычной информации, но которая, можно сказать, очень маленькая. Ну, там, скажем, для Тьюринга, замечательного ученого в облице, очень важно, что он был миссисорит, потому что, в результате, это связано с трагической традицией его жизни. Если это опустить, то теряется смысл. Иногда это действительно там, изменялся или не изменял, это не так важно для понимания, скажем, Эйнштейна. Хотят, может, вам там не попут. Сколько раз и почему он их сделал. Википедии сначала было много вот такого, ну, не знаю, сплетень, мусора, но этим она была интересна. А сегодня формат, вот это жуткое слово формат, которое сегодня одно из главных, оно эти факты устранит. Чему устранены какие-то заработные словечки, почему списка нет, я не знаю, в принципе, это случайность, но я вижу, насколько оскудеваю, в этом смысле, лингвистичную информацию. Почему? Не знаю. Может, не важно. Я еще раз говорю, здесь трудно, конечно, я не тоже говорю, что вы все делаете неправильно. Нет, вы все делаете правильно. Но просто не теряете ту информацию, которую кроме Википедии никто нигде не упомянет. Никогда в Википедии это не включили. Никогда советский, там, теперь российский, в Википедии это не включили. А в Википедии это было. Да, это не достоверно, как, понимаете, как возникло это слово. А на самом деле оно возникло не так, а сам. Но это проверять надо. Слава Богу, это проверяется и можно исправить. Интернет позволяет еще исправлять в перебисках. Вот это исчезло. Вот все, что я имею в виду. Спасибо. Я могу даже сказать, что Анна Георгий пишет. Спасибо за вам очень приятный уклад. Мне кажется, нужно придем не под него одного сказать, чтобы ничего не упомянуть. Потом в ответ это появилось про корпус языка. Про корпус? Для меня лично, для меня лично, для полярка, корпус полского языка очень важный. Слава Богу, конечно, это основа есть низкая значение слов. Но часто очень важное, так часто, потому что слова и зачитания появляются языки. У нас в Польше есть корпус, конечно, но мы корпус-казах. Если в России, то он где-то есть корпус. Да. 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 И есть он и подпитут доступ. И наш корпус полный не надеялся под этого доступа. Он платит. Есть там ограниченные ресурсы, по которому, конечно, судить много нельзя. Я лично, потому что мне не поступаю до полного корпуса. Я пользуюсь в ГУКу. Ну, в Польше, на Гори, я стоялся в России, и Яндекс, чтобы проверить особенное частоту выступления новых слов, которые, ну, я абсолютно согласен с последним Вашим утверждением. Это некое национальное достояние. Не последнее, но и тем, и, конечно, это должно быть в открытом доступе, и, конечно, любой носитель русского языка, не русского, любой интересующийся русский язык, он должен иметь доступ к этому корпусу. Я не говорил о корпусах, потому что это, все-таки, отдельно, мы все-таки говорили, но, если бы Вас спросили, то скажу. Есть несколько корпусов русского языка. Главный, ну, по статусу, это национальный корпус русского языка, созданный с помощью Академии наук Институт Роспредка, участвовали иранные академические институты, не только московские. Яндресс осуществлял программистскую поддержку, и он существует на сайте русскорпора.ру. Что касается его открытости, то он открыт, я даже не понимаю, какие слова вкладывать в открытости, он открыт в каком смысле. Вы можете набрать некое слово или словосочетание или последовательность слов с пропусками, и получить информацию с отличаемостью этого слова в данном корпусе. Это абсолютно анклюда. Информация это может делать любой человек. Причем вы можете получить примеры, ну, разными длинными, вы можете предложить, скажем, предложение или абзац, 20 слов. Это все может сделать любой человек. Это открыт. Но вы не можете листать тексты. В этом смысле корпус закрыт. И закрыт по, скорее, юридическим причинам, потому что многие издательства предоставили тексты для корпуса, были против того, что эти тексты можно было читать. Но поиск по ним осуществляется, и выдача по ним осуществляется. То есть в этом смысле он открыт, в том, что сами тексты закрыты. Тексты открыты, скорее, разного рода в библиотеках. Самые известные, но уже немножко проявающие библиотеки Машкова. Но это вы знаете. Вот. Сегодня ставится задача в лингвистике ставится задача создания собственных корпусов. То есть как асперметно то, что делаете вы. Если вам нужно некое исследование, не обязательно лингвистическое. На национальный корпус русского языка порой лингвистов, потому что там он расписан, как говорят английские. То есть каждому слову, не весь и целиком расписан, но часть корпуса расписана. Слово приписано его грамматические показатели, его характеристики грамматические. И это важное мнение, например, надо найти все слова, предложенные выдержали, потом выдают вам все слова, которые выдержали. которые выдержали. Все решения, так сказать. Но сегодня важная задача состоит в том, чтобы создавать свои корпуса. И вы заходите в интернет, и по некоторым, с помощью некоторого инструмента создаете свой собственный корпус. Он будет лингвистически не описан, но для некоторых исследований это не важно. Вот таких факторов создаются, и это очень важная задача. Ну, а самое важное, что мы видим, это пример, когда плохо описанный корпус идет хорошо описанный своим размером. Это пример угла. Угла цифровала безумное количество книг, и вообще, несмотря на то, что там выдача чушь полная, это статистически все более достоверно. Тем не менее, любой статистике по конкурсам надо относиться с очень большой аккуратностью. Например, по опциональному корпусу нельзя рассмотреть статистику по времени, потому что количество старых текстов меньше, чем количество новых. Вы можете взять с каждого слова и посмотреть, как они использовались в прошлом веке и в этом. Это относительная статистика работает. А абсолютно не работает, потому что текстов старых нет.